Мы продолжаем серию пряжи для школьной формы. Само собой, готовиться надо заранее. Именно сейчас стартует наш совместник по вязанию школьного жилета. И у вас есть уникальная возможность при покупке пряжи приобрести совместник со скидкой 50%. Сегодня мы поговорим о бордовой пряже. Во многих школах цвет бордовый является цветом школьной формы. Поэтому, если это в вашей школе, и вам нужно связать жилет именно бордовый, смотрите внимательно дальше. Я сегодня решила распределить пряжу по группам. И все мамочки меня очень хорошо поймут, почему я именно так называла каждую группу. И связала это именно с ощущениями ребенка по отношению к одежде школьной. Мои дети терпеть не могут школьную форму, поэтому постоянно у нас всякие бойни. Это к вопросу о том, кто что наденет, кому что нравится. Но я поняла, что жилет это тот аксессуар, который в принципе впишется под любой стиль вашей одежды у ребенка. Итак, если ваш ребенок говорит, мама, я не буду надевать этот жилет, он мне колется. Мама, он мне не нравится по цвету. Мама, он мне не нравится по стилю. Вам придется вязать ему жилет самостоятельно. Ему или ей. Итак, пряжа. Для тех детей, которые все время говорят, мне жарко ввязано. Варианты хлопок и хлопок с мериносом. Яна для своего сынульки связала вот из меринокота. Это пряжа пополам меринос и хлопок. В принципе, идеально подойдет именно для тех, кому все время жарко. Она гигроскопична, и в ней ребенок не будет потеть. Состав абсолютно натуральный. Либо брать хлопок с соей, который еще более облегченный. Это прямо вариант летний. В нем уж точно самым активным и самым стремительным малышам не будет жарко. Мама, мне все время холодно, следующая группа называется. Я все время мерзну в школе отопления. Отвратительно, из-за кона дует. Тогда вам к этой группе. Здесь я собрала для вас пряжу, в которой кроме мериноса в основе есть добавка. Например, ангора, например, верблюжонок, кашемир. Здесь тоже с кашемиром. Это более теплые составы. Они более мягкие и слегка пушистые, например, вот ангора или верблюжонок. Здесь, конечно, тактильно невероятная нежность. И это прямо теплые составы для тех, кто мерзнет. Вот эту группу я назвала. Мама, я снова порвал жилетку. Или там что-то еще. Любая носочная пряжа, укрепленная полиамидом, будет более прочной. Жилетку из носочной пряжи можно будет стирать в машинке. Это облегчит вам уход за изделием. Ну и, естественно, к такому изделию будет гораздо более простое отношение, поскольку это, наверное, самый бюджетный из вариантов. И здесь вам на первоклашку, например, если он невысокий и небольшого размера, будет достаточно всего одного мотка. Кстати говоря, напоминаю о том, что участие в совместнике вы можете приобрести со скидкой 50% при покупке пряжи. И сейчас уже группа совместника набирается. Уже многие, кто приняли участие в этой акции и выбирают пряжу. Поэтому, если вам нужно будет подобрать, обязательно нам напишите. Классический меринос. Это для тех, кому ни жарко, ни холодно. Кто хочет выдержанные классики. Для кого важно, чтобы пряжа держала узор. Для тех, кому хочется связать, например, с моим ребенком такой более рельефный. Вы хотите, например, косы, не только резинки. Никто не мешает вам, совместники, добавить по переду, по жилету какой-то узор. И тем самым украсить жилет для каких-нибудь мальчишек брутальных. Вот будет прямо тоже классно. Ну и последняя группа. Это пряжа бобинная. Это для тех, кто самый-самый нежный. Вот для самых чувствительных, у кого кожа раздражение вызывает. Здесь я приготовила для вас чистый кашемир. Это реально роскошный состав. Очень мягкое будет изделие. Нежное. И чистый меринос. Причем есть в твидовом варианте. Есть классика без крапинок. Тоже в мериносе. Ну что, у кого остаются вопросы, жду всех в комментариях. Помните про наш удобный формат видеоконсультации. Когда мы можем связаться с вами и подобрать пряжу онлайн. В удобное для вас время. Быстро. Комфортно. Вы сможете задать любые ваши вопросы. И мы решим все в процессе консультации. Ну и вяжите своим детям жилетки. Пусть они ходят в школу с комфортом. Пусть вам будет так проще. Вы будете спокойны за своего ребенка. Ну и творите тепло своими руками.